Прорывная методика лечения онкогематологических пациентов скоро появится в Казахстане. Трансфертом в нашу страну так называемой терапевтической технологией CAR-T сегодня занимаются учёные Национального центра биотехнологии. Сотрудники лаборатории генетической инженерии уже в ноябре должны отправиться в Англию, чтобы перенять передовой опыт зарубежных специалистов. Сегодня рак крови входит в десятку наиболее распространённых онкологических заболеваний. Основным методом лечения таких опухолевых гематологических недугов по-прежнему остаётся химиотерапия. В отдельных случаях пациентам выполняют пересадку стволовых клеток. Однако при запущенных формах болезни, либо тогда, когда все методы лечения уже неэффективны, пациенты нуждаются в иммунотерапевтической методике лечения CAR-T. Это гибрид геноинженерной технологии и клеточной инженерии. Мы берём иммунные клетки от пациента, обрабатываем их специальным образом, так что они становятся более активны в уничтожении опухолевых клеток. Такая терапия даже за рубежом доступна далеко не для каждого больного. Стоимость её, к примеру, в США доходит до 300-400 тысяч долларов. Чуть ниже цена в Китае. Сделать доступной эту методику лечения для наших соотечественников позволит трансфер ключевых этапов CAR-T в Казахстан. В лабораторию на Центре биотехнологии уже закуплено дорогостоящее оборудование. Государство нам даёт специальные исследовательские гранты, программы. В данном случае мы работаем на программе Министерства здравоохранения. И для этого там были заложены деньги, чтобы купить специальное оборудование, довольно дорогостоящее. И нужны деньги для того, чтобы обучиться работе на этом оборудовании. К концу следующего года наработать уже весь материал, всю необходимую реагентику и приступить уже к экспериментальному лечению первых шести пациентов. Перед этим в лаборатории Национального центра биотехнологии пройдёт долгий этап клинических исследований. Сначала терапию испытают на клеточных культурах инвитро, затем на животных, а потом уже на пациентах. В Казахстане сегодня на учёте стоят около 7 тысяч пациентов с раковыми заболеваниями, кровотворной и лимфатической тканей, которые по-простому называют раком крови. Ежегодно выявляют ещё более тысячи новых случаев заболевания. Большинство пациентов вылечивается, пятая часть из них всё же нуждается в лечении по технологии картии. В будущем, отмечая специалисты, эта высокотехнологическая терапия будет применяться не только для лечения раковых гематологических болезней, но и для лечения хронических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.